Игорь Корнелюк, певец-композитор. Доброе утро, Игорь. Доброе утро. Вот такая духоподъемная тема у нас. Удваиваем. Поднимаем Россию из колен с утра пораньше на пятом канале. В вашей жизни случались эпизоды, когда вы помогали кому-то осуществить свою мечту? Мне кажется, это очень тоже духоподъемное занятие. Очень относительно. Я помогал людям, я только не уверен, не возьму судить, что это была мечта человека. Но вообще это красиво, когда человек способен на альтруизм, на какой-то бескорыстный поступок, способен что-то сотворить красивое ради другого. Здесь же определение мечты. Мечта – это некое ожидание счастья. И вот это, мне кажется, нет ничего благороднее, чем сделать человека счастливым. Вообще, я уже давно по жизни пришел к выводу, что, наверное, самое главное в жизни, самое главное в жизни – это хотеть. То есть не результат, а процесс. А процесс. Именно хотеть. Потому что не иметь. Не иметь. А именно хотеть. Потому что, когда человек хочет, он живет. Он двигается. И я всем, вот, кого я люблю, людей, я последние годы именно этого желаю. Потому что, мне кажется, когда человек ничего не хочет, это страшнее болезни и страшнее одиночества. А мы как раз, знаете, вот в нашем твиттере утром на 5 и шелядка, у нас два твиттера, обсуждаем тему, что вот мы о чем-то мечтаем-мечтаем, а потом бабах, мечта осуществилась. И иногда думаешь, господи, лучше мне надо. Вот пишет, по-моему, Николай Варламов. У меня какое-то чувство опустошения иногда наступает, что ли. Ведь когда это мечта, к ней стремишься, а тут… Да, вот бывает такое. Поэтому важно иметь много желаний. Много желаний. Важно, конечно. Важно. Вот я краем уха слышал, вы говорили, я мечтаю иметь семерых детей. Таня очень громко говорит. Вот честно, честно могу вам сказать, это замечательная мечта. Ну, мне кажется, я так примерно подозреваю, что она неосуществима. Пока не поздно старайтесь ее осуществить. Вы знаете, о чем я жалею? О чем? О том, что у меня только один сын. Вот если бы пережить жизнь заново, я бы своей жизнью изменил бы несколько вещей. Первое, я бы научился играть на многих музыкальных инструментах, неумение играть на которых мне сейчас мешает. А не на тех 16, что вы знаете сейчас, как играть. Да, пусть их будет 32. Но и настрогать бы детей штук 19. Скажите, количество инструментов. Просто путаться. Гриша, кстати. Мальчик, иди сюда, дай поцелуй. Да, не помню, как тебя зовут. Но зато я понимаю, сейчас было бы столько счастья. Ну, знаете, вот, например, Женя нам пишет из Казахстана. В далеком детстве мечтала о братике. Потом обливалась слезами и думала, как бы его сбагрить куда-нибудь. Все время пыталась выбросить вместе с мусорным ведром. Да, говорят, будете мечт, они могут осуществиться. Да, но чувство опустошения, наверное... Да, Ира Нарудская тебе тоже отвечает. Нет, не было у меня никакого сожаления. Когда мечтаешь о том, чтобы отменили контрольную работу по физике, не бывает мучений по поводу, зачем же сбылось. Но мне кажется, это как мечтать о миллионе. А у вас в арсенале есть какая-то сбывшаяся мечта? Конечно. Ну, и после которой что вы... Которую не стыдно рассказать. Не стыдно рассказать? Помните, как у Райкина, да, пить, курить и говорить, я стал одновременно. В детстве, наверное, петь и разговаривать я тоже стал одновременно. И я помню свое впечатление, когда мне было, наверное, годика четыре, я впервые услышал оркестр. Меня это... Я остолбенел, я потерял дар речи, и я, открывший рот, это было что-то необыкновенное, чудо. Я мечтал быть музыкантом. Я в детстве бегал по улицам, изображал всегда оркестр, и в шесть лет пошел учиться в музыкальную школу. Духовый или симфонический оркестр? Оркестр? Разный. Разный, да, под настроением. Потому что если я изображал похороны, да, я играл, естественно, в духовом оркестре. Знаменитая детская игра, игры всегда в ней часто играл. Если я изображал щелкунчика, то это был симфонический оркестр. То есть коллеги по двору, там, войнушку, да? Ой, а Корнелюк опять в свой оркестр играет. Опять в свои похороны играет. Игорь, ну вот скажите, ну вот у всех народов мира есть такое, знаете, чтобы желание исполнилось, нужно вот в момент, когда звезда падает, загадать желание, да? Ну, в смысле, не Ленинг. Или бумажку съесть. Вот. Или раз в жизни, и минута падает звезда. Да, бумажку съесть, это обязательно под звон курантов, да, что-то написать, и в момент, когда эти куранты звучат, выпить бокал с шампанским, с этим пеплом. У вас есть какие-то способы, ну, такого вот именно, чего-то подобного? Какое-то написать где-то что-то? Приёмчики, приёмчики. Нет, я считаю, я повторюсь, что хотеть и желать гораздо важнее, чем то, что эта мечта осуществляется. Знаете, как на вопрос, что лучше, быть любимым или любить? Мне кажется, человек, который не испытал это чувство, он глубоко несчастен. Какое? Любимому любить? Любить, любить, конечно же, любить. Даже если эта любовь безответная, но всё равно это же очень наполняет жизнь, это делает человека счастливым. Вот. Поэтому главное, главное – это хотеть. Так может, это хорошо, что у вас 19-то детей не настрогалось? Сейчас я понимаю, что уже все мои желания, они, в общем, в прошлом. Я опоздал, поезд-то ушёл. А вот если говорить про музыкальные какие-то вещи, может быть, осталось что-то, что вы не успели сделать? Ну, вот там, допустим, опера, может быть, ещё что-то? Ну, какие-то вещи? Да, я много лет уже мечтаю о музыкальном спектакле, об опере. Не знаю, опера ли, потому что опера в традиционном смысле слова немножко устарела в наше время, мне так кажется. Может быть, я и ошибаюсь. В Ласкале считают иначе. В Ласкале не считают иначе. В Ласкале в основном ставят постановки опер, которые были написаны 150 лет назад. И в лучшем случае опера стала таким полигоном для режиссёрских каких-то изысканий. Не более того. Опера как жанр, который вот утратил своё значение, каким он был во времена Верди, когда он писал какую-то сцену и вывешивался на дверь бюллетень о том, что он написал. И примера превращалась либо в триумф, что утворники там разбивали о теории, либо в провал. Просто других развлечений было поменьше. Наверное. Я честно мечтаю о музыкальном спектакле. Но я смею надеяться, что если вдруг случится страшное, и моя мечта осуществится, то к этому времени я буду мечтать о чём-то другом. Единственное, о чём нельзя никогда мечтать, это нельзя мечтать о чём-то материальном. Вот миллион долларов не надо. Машина, трактор, аквариум – не надо, ребята. Это всё можно заработать. Можно мечтать о детях, можно мечтать, скажем, стать кем угодно. Можно мечтать о чём угодно, но чтобы это было не материальное, а духовное. Слушайте, как раз вы упомянули сына. У нас был лётчик-испытатель, который сказал, что его сын мечтает стать пилотом Формулы-1. И мы пожелали Ване удачи и счастья. А вы как-то вмешиваетесь в процесс целеполагания и мечтания сына? Своего сына? Да. Когда-то попытался… И сразу так с усалом, да? Нет, я когда-то попытался, я его привёл в студию, говорю, Антошенька, ну посиди, посмотри, как я работаю, это же интересно, нет ничего, а потом сейчас будет звучать музыка. Он посидел ровно пять минут, говорит, пап, я пойду. Мечтаю уйти. А потом я его попробовал проэкзоновать, говорю, Антоша, а спой гамму до мажор, до реми фасоли си? И он только начал. До свидания. Я сказал, спасибо огромное. Не надо. То есть яблоко реально далеко упало в этом отношении. И в общем, в этот процесс я больше не вмешиваюсь. Ну и правда, не надо. Игорь Кырнелюк, перец и композитор, был бы с нами сегодня утром.